Особо ценные малыши. В старооскольском зоопарке пополнения родились шри-ланкийский леопард и зубар. Эти животные находятся на грани вымирания. Их появление в неволе – большое событие не только городского, но и мирового масштаба. В зоо-яслях побывала Екатерина Пресенко и узнала, кого еще ожидают в местном зверинце. Малыш зубар неразлучен с мамой, ходит по пятам. На свет самочка появилась всего три недели назад, но чувствует себя уже уверенно. Ее папа, мощный красавец Байнет, был привезен из Беловежской пущи. А вот имя мамы малыша точно узнают после сверки чипов. Животные, слина и мушка по внешнему виду словно близнецы. Хоть и приехали одна с Орловщины, другая из Карелии. Эти зубры у нас находятся в программе, курируют Польша этих зубров. Все отмечается в племенной книге. И данные зубры тоже числятся в племенной книге, что они находятся у нас. И также подаются данные, что родился зубр. Все это фиксируется, отслеживается. Учет ведут и по шри-ланкиским леопардам. В мире их осталось несколько сотен. Бара и Багира – единственная пара в России. В Старый Оскол они прибыли из Чехии. Поэтому этот родившийся месяц назад котенок – огромная ценность. Пол пока не установили. Потому что пока нежелательно вмешиваться, что-то делать. На данный момент также чувствуют себя хорошо. Выходят гулять, когда солнышко светит. Живут в полном составе. И папа, и мама. В скором времени коллекция зоопарка пополнится табуном зебр. В Старый Оскол из Танзании прибудет семь африканских животных. Для них создаются летний и зимний загоны. А вот белки неделю назад уже справили новоселье в просторных апартаментах. Так что совсем скоро в зоопарке может образоваться детский сад и у этих рыжих грузунов. Екатерина Пресенко, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.